Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Предыдущая неделя в городском округе Люберца обошлась без серьёзных происшествий. По словам Евгения Романцева, за отчётный период стражами порядка возбуждено 56 уголовных дел. 46 из них раскрыто по горячим следам. А начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов сообщил, что сотрудники ведомства приняли участие в ликвидации 9 пожаров. Пять возгораний произошло на территории городского округа Люберцы. Один пожар произошёл в жилом секторе, в многоквартирном жилом доме. Город Люберцы, улица Вертолетная, дом 10, квартира 3,95, входная дверь в квартиру. И один пожар сегодня под утро произошёл в Тамирино, в 6,24, улица Гоголя, дом 45, щиток в подъезде электрический. В результате пожара закоптили стены, пострадавших нет. О ситуации в сфере ЖКХ рассказал заместитель главы городского округа Александр Проваров. По его словам, 16 октября на подстанции Красково-2 произошла нештатная ситуация. В результате отключения электроэнергии без электричества остались порядка 15 тысяч человек. Помощь в ликвидации этой проблемы оказали раменский филиал Мосэнергосбыт и ПАО «МАЭСК». Продолжается проведение осмотров готовности аварийно-восстановительных бригад и специальной техники для работы в период отопительный 2017-2018 года. Проведены смотры в крупнейших управляющих компаниях ЛГЖТ и ЛУК, а также ресурсоснабжающих организаций. Далее участники еженедельного оперативного совещания рассказали о содержании и ремонте дорог. О работах, проводимых на территории городского округа Люберцы, доложил Егор Бунтин. По его словам, на минувшей неделе производилась плановая очистка проезжей части. Всего с дорог муниципалитета вывезено 156 кубометров мусора. В пятницу к нам приезжали представители областных структур. Это служба инспекции автомобильных дорог. Проверяли нашу технику, готовность к зиме, песко-соляную смесь и реагенты. Оценка городскому округу Люберцы отличная. О работе единой дежурной диспетчерской службы рассказал ее руководитель Виталий Богданов. Он отметил, что за минувшую неделю поступило 7650 обращений граждан. Наибольшее число звонков было связано с вызовом экстренных и аварийных служб. На минувшей неделе имел место факт телефонного хулиганства. 19 числа на номер 112 поступил звонок от ребенка о том, что школа захвачена вооруженными людьми. Благодаря оперативным действиям и имеющейся системе геопозиционирования в тот же день хулиган был установлен. Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации Дмитрий Баранов рассказал о просьбах и обращениях граждан. На этот раз жители городского округа просят обратить внимание на необходимость произвести ямочный ремонт в Малаховке на улице Советская и вблизи дома 53 по Быковскому шоссе. Томилинцы просят убрать мусор с конечной остановки маршрута 71, а в парке Лапса до сих пор не ликвидированы последствия майского урагана.